Солисты Калининградской филармонии имени Евгения Светланова, как яркие представители отечественной культуры, получили заслуженное признание профессионалов и публики. Артисты ведут активную просветительскую деятельность, неизменно пропагандируя лучшие достижения музыкального искусства и прежде всего отечественного. Спектр возможностей солистов широк и разнообразен. Тема патриотизма всегда преобладает в репертуаре филармонии, а за последнее время тем более. Огромный резонанс получили крупные проекты патриотического содержания. Высокое профессиональное мастерство позволяет выступать на одной сцене с лучшими российскими коллективами и солистами, в том числе Большого театра, Новой оперы и Мариинского театра. Артисты многократно представляли отечественную культуру и Калининградский регион за рубежом перед нашими соотечественниками. Своими выступлениями на концертных площадках Калининградского региона, России, а также за рубежом музыканты филармонии несут главную миссию. Своим творчеством утверждают духовные и нравственные основы отечественной культуры. Своим творчеством утверждают духовные и основы отечественной культуры. Своим творчеством утверждают духовные и основы отечественной культуры. Своим творчеством утверждают духовные и основы отечественной культуры. Александр Дудницкий автор более 10 крупных арт-проектов, различных направлений, посвященных отечественной музыке, а также зарубежной классике, проходящих с неизменным аншлагом. Среди них проекты, посвященные творчеству Есенина, Вертинского, Высоцкого, Магомаева, Таревердиева, Утесова, Хворостовского и многие другие. Солист является постоянным участником различных музыкальных и театральных фестивалей. Участник 6-го и 9-го фестивалей опереты и мюзикла «Достар» Караганда, 16-го Всероссийского Волковского фестиваля «Ярославль» фестивалей «Видеть музыку. Москва». Совместно с Викторией Бабковой неоднократно выступал на благотворительных концертах, акциях патриотической направленности «За мир без нацизма», «Мы вместе», «Великое посольство», «За мир, Россию и свободу». Также ежегодно участвует в шефских концертах для экипажей военно-морского флота. Артисты многократно представляли отечественную культуру и Калининградский регион в российских центрах культуры за рубежом, перед нашими соотечественниками – Израиль, Танзания, Армения, Италия, Испания, Кювейт, Греция. Александр Дудницкий и Виктория Бабкова дали сольный концерт в российском посольстве в Польше, посвященный 75-й годовщине освобождения города Варшавы войсками Красной Армии. Александр Дудницкий является обладателем многочисленных наград региональных российских международных музыкальных сообществ. Александр Дудницкий и Виктория Бабкова Солистка филармонии Юлия Василькова только в прошлом году украсила своими вокальными партиями более 280 концертов, которые прошли с триумфом. Обладатель государственной стипендии Ассоциации искусствоведов России и государственной стипендии Союза театральных деятелей России. Благодаря характерной особенности вокальной природы и профессиональному владению голосом, его большому рабочему диапазону, певицы подвластны наисложнейшие партии. За последние два года Юлия Василькова становилась лауреатом международного конкурса вокалистов в Италии, а также лауреатом в двух номинациях Всероссийского конкурса «Армия России-2022» в Самаре. Певица реализовала несколько авторских проектов, среди которых «Голоса, земли и воды», «Мелодии из детства», «История одной статуи» и многие другие. Профессиональное искусствоведческое образование Юлии Васильковой позволяет в её авторских проектах просветительской направленности успешно пропагандировать отечественную культуру в форме театрализованного действия. Постоянно выступает на концертах ансамбля песни и пляски дважды краснознамённого Балтийского флота, с которым в качестве солистки ежегодно участвует во всеармейских конкурсах-смотрах. Юлия Василькова принимала участие в благотворительных концертах, акциях патриотической направленности «За мир без нацизма. Мы вместе». «За мир без нацизма» Виктория Бабкова Незаурядный актёрский талант и вокальное мастерство в самых разнообразных жанрах позволяют исполнять необычайно широкий репертуар от наисложнейшей классической музыки до эстрадно-джазовых композиций. Виктория Бабкова принимает активное участие в музыкально-просветительских программах филармонии. Подготовила и с успехом представила публике более десяти сольных концертных программ, посвящённых творчеству ведущих российских исполнителей. Виктория является руководителем самой посещаемой программы всей семьёй в концертный зал. Помимо исполнительской деятельности, ведёт плодотворную работу в качестве сценариста и режиссёра. Как режиссёр-постановщик, выпустила более десяти спектаклей для детей по мотивам произведений русских и советских писателей, народных сказок на музыку отечественных композиторов. Виктория Бабкова — создатель проекта «Сказки с оркестром» с участием ведущих российских артистов театра и кино, среди которых Валерия Ланская, Артём Ткаченко, Тимур Еремеев и другие. Является режиссёром и участником около десяти крупных музыкально-сценических проектов филармонии, театрализованных концертных программ, таких как «Музыка-кино», «А у нас во дворе», «Мужество, доблесть и честь». Совместно с Александром Дудницким Виктория Бабкова неоднократно выступала на благотворительных концертах, акциях патриотической направленности. Также ежегодно участвует в шефских концертах для экипажей военно-морского флота. Виктория и Александр дали сольный концерт в российском посольстве в Польше, посвящённой 75-й годовщине освобождения города Варшава войсками Красной Армии. Артисты многократно представляли отечественную культуру и Калининградский регион в российских центрах культуры за рубежом перед нашими соотечественниками. Виктория Бабкова обладает многочисленными наградами региональных российских международных музыкальных сообществ. Виктория Бабкова обладает многочисленными наградами региональных сообществ. Бабкова обладает многочисленными наградами региональных сообществ. Лауреат международного конкурса Анаита Макрчан. Певицу смело можно назвать звездой мирового уровня. Такой артист – ценное приобретение как для филармонии, так и для региона. Анаита Макрчан обладает уникальным по красоте тембром и высокой исполнительской культурой. Неоднократно представляла отечественную региональную культуру за пределами Калининградской области, в том числе на концертных мероприятиях зимних Олимпийских игр в Сочи. Солистка демонстрировала свое вокальное мастерство на значимых для региона музыкальных фестивалях. На Международном католическом фестивале органной камерной музыки имени Святой Цицилии, Международном музыкальном фестивале «Солидарность искусств» и других. Анаит Макрчан – обладатель награды в номинации «Лучший солист» на фестивале «Спасская башня» в Москве, где она выступала с оркестром штаба Балтийского флота. Анаит участвует в многочисленных крупных музыкально-сценических проектах филармонии, подготовила и успешно исполнила ряд сольных концертов, многократно представляла отечественную культуру и Калининградский регион в российских центрах культуры ближнего зарубежья. Калининградский регион Калининградский регион Калининградский регион Лауреат международного конкурса пианистка Анна Ушакова занимает достойное место в культурной жизни региона благодаря неустанному творческому поиску, инициативности, виртуозному исполнительскому мастерству. Солистка подготовила и успешно представила многочисленные сольные концертные программы. Листок из альбома, редкие страницы из сочинений великих русских композиторов, цикл концертов «Беседа у рояля», «Абонемент», «Фортепианные вечера». Пианистка выступает в ансамбле с органом, арфой, струнным квартетом, камерным оркестром и певцами. На сцене филармонии выступает с выдающимися музыкантами современности, среди которых лауреат международного конкурса имени Петра Ильича Чайковского Павел Милюков. Анна Ушакова принимала активное участие в музыкально-просветительских программах филармонии, а также в концертных мероприятиях и зимних Олимпийских игр в Сочи. С сольными концертами участвовала в мероприятиях представительство Россотрудничества в Польше, в Генеральном консульстве России в Литве. Неоднократно представляла российскую региональную культуру за пределами Калининградской области. Анна Ушакова является постоянным участником международных фестивалей, проводимых в регионе. Анна Ушакова – идейный вдохновитель, организатор и участник благотворительной акции в поддержку калининградского пианиста с ограниченными возможностями Никиты Плетнёва. Акция получила горячий отклик в Калининградской области и по всей России. Наряду с активной работой филармония является педагогом и заведующей кафедры специального фортепиана Академии исполнительского искусства филиала «Балтийский» Центральной музыкальной школы. Ученики Ушаковой неоднократно становились победителями и лауреатами всероссийских и международных конкурсов, стипендиатами программы «Новые имена», участниками федеральных творческих программ. «Россия! Россия! В целом мире дыгала солдат! Россия! Россия! Нас всегда любимая страна!» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова